Добро пожаловать в передачу А5-25. 25 вопросов правозащитнику. Первый вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Гнездилова. Где вы живете? Сейчас я живу в Берлине, в Германии. До этого я жила в Воронеже, в России. Берлин – это мой любимый город. Очень люблю. Если у меня было бы работать там, я жил бы в Берлине. И где вы работаете? Я работаю в проекте «Права инициатива». Это проект, который занимается защитой прав человека в международных судах, прежде всего, право на жизнь и запрет пыток. Мы создались в 2001 году в связи с вооруженным конфликтом в Чечне. В 2001 официально учредились. Наверное, какая-то работа была полевая до этого. Но тогда я еще, конечно, не работала. И мой нидерландский, голландский коллега, он был Дидерек Ломан. Да. Мы работали вместе. Мы вместе не пересеклись, потому что я в организации только с 2015. Точно, точно. Какое событие в вашей жизни сделало вас правозащитником? На самом деле, никакого конкретного события не было. Я попала на работу в правозащитную организацию. Это было большой удачей найти работу в конце 90-х, начале 2000-х для молодого юриста. А, Воронеж. Да, Воронеж. Я начала работать в 1999 году на третьем курсе юрфака. И каким успехом вы больше всего гордитесь в своей правозащитной деятельности? Этот успех тоже связан с городом Воронежем. Мы занимались защитой права на свободу собраний. И когда менялось законодательство, общероссийское, принимались региональные законы о местах, в которых можно проводить мероприятия, так называемых гайдпарках. Благодаря вот такой активной общественной кампании, Воронежский закон стал самым лучшим в России и меньше всего ограничивал право на свободу собраний. И очень долго потом, хоть полиция и задерживала участников мирных акций, суды их не привлекали к ответственности. У нас была очень хорошая такая атмосфера, связанная именно с правом собираться. Это очень долго продлилось. Поэтому, мне кажется, это самый такой длящийся и осязаемый успех в моей правозащитной деятельности. Хорошо. И о какой неудаче вашей правозащитной работы вы больше всего сожалеете? Да, тоже связано с Воронежем, кстати. Буквально в 2020 году Европейский суд по правам человека принял постановление по делу Перова против России, где он четырьмя голосами против трех признал, что не было нарушения прав ребенка на свободу веросповеданий в школе. Потому что это был случай, когда семилетний мальчик, первоклассник, был, скажем так, участником религиозного обряда освящения класса. И там был конфликт и серьезные последствия после него. Вот суд в 2020 году, вынося это решение, спустя 14 лет после событий, сказал, что нарушений не было со ссылкой на допрос семилетнего ребенка, который я вот как молодой адвокат допустила тогда, что ребенка допросили. То есть моя ошибка в том, что я все-таки не препятствовала тому, чтобы ребенок давал показания, и потом эти показания легли в основу не очень хорошего решения. Я был только один раз в Воронеже, это был все вероятный комиссар по нацменьшинству ОВСН. И мы встретились с украинской НКО, и посещали украинские деревни. В Воронеже. Да, но на самом деле, интересно, какие деревни вы посещали, потому что моя семья, она происходит как раз в Воронеже. Я забыл, как зовут эти деревни. Но мы посещали школы в Воронеже, где изучили украинский язык, например. Да, да. Так вот. Хорошее впечатление. Но это было давно. Десять лет назад. И какое одно изменение в полчаса улучшило бы положение с правами человека в России? Ну, как бы я до сих пор верю в свободу собраний, потому что это помогает обратной связи между людьми и населением. Сейчас уже сложно вообще говорить о каких-то улучшениях в России. Конечно, мы перешли ту точку невозврата, после которой все эти мелкие преобразования в области прав человека чему-то помогут. То есть несколько лет назад я бы сказала, что это свобода собраний. Сейчас, конечно, в первую очередь это прекращение вооруженного конфликта, прекращение войны. Это то, с чего можно как-то начинать возрождать права человека в России. До этого ничего невозможно. Точно, точно. И каким человеком вы больше всего считаете, кто ваш король? Да, это очень интересный вопрос, потому что как-то я не привыкла на самом деле создавать себя кумиров. И мне приятны и интересны многие люди в их деятельности. Но высказать или выбрать человека, которого я полностью принимаю или понимаю, для меня сложно. То есть я бы сказала, что в своей сфере есть каждый авторитет, но это не один человек. И не полностью, да, я готова сказать, что я совсем согласна. И какая книга повлияла на вас больше всего? Вот в эти дни я очень часто вспоминаю День опричника Владимира Сорокина, потому что он описывает такую Россию будущего. И это действительно какой-то провидец, да, то есть очень много вещей, которые перекликаются. К сожалению, мне кажется, большой талант нужно иметь, чтобы написать такое. Вы имеете в виду, что это происходит снаружи, насколько я помню, но внутри Россия превратилась в страну, которая уничтожает любое несогласие. Правящая верхушка, в том числе, да, сидит на наркотиках, и это выглядит как что-то очень похожее. И в то же время опирается на так называемые традиционные ценности, на эпоху Ивана Грозного, которые сейчас тоже его начали вспоминать. Неожиданно совершенно. И кто ваш любимый автор? Мой любимый автор. Ну, наверное, сейчас, да, Сорокин это то, что сейчас очень откликает. Пелевин так же? Пелевин, ну, как-то мне больше Сорокин ближе в его, скажем, описание нашего будущего и нашего прошлого. И вы пропочитаете зима или лето? Лето. Лето, однозначно. И на каком языке, кроме русского, вы говорите? Я говорю на английском, не сказать, что очень хорошо, но говорю. Я изучала немецкий здесь, в Берлине, тоже на бытовом уровне. Я говорю на украинском языке, потому что это родной язык моей бабушки, дедушки, отца. Именно из-за того, что мы происходим вот из этих украинских деревень в Воронежской области. Это очень такие старые переселенцы середины 17 века. Как раз-то из Киевской области. Так. И какая была ваша первая работа? Первая работа. Я работала секретарем приемной комиссии в Воронежском юридическом техникуме. Я там училась. И после, наверное, второго курса летом я работала, принимала документы у абитуриентов, у тех, кто хочет поступить. То есть была такая секретарская работа. И да, это тоже где-то, наверное, 98-й год. И чем вы больше всего любите заниматься в свободное время, если есть? Да, ну бывает, конечно. Я люблю заниматься цветами. У меня на балконе есть и цветник, и небольшой огород. У меня уже растет картошка, несмотря на то, что все еще март. Да, и если у меня когда-то будет садик, я, конечно, буду тоже очень рада. То есть это вот какое-то садоводство, скажем. И какая была ваша любимая музыка? Музыка по-прежнему русский рок. То есть, наверное, то, что я слушала в каком-то подростковом возрасте, до сих пор не ушло. Сейчас тоже... Это Шевчук ДДТ или какого-то? ДДТ, да. Моя жена фанатическая Шевчука. Да. Но это то, с чем ты прожил какой-то подростковый возраст, это очень остается, мне кажется. Да, хорошо. Какой ваш любимый фильм? Мой любимый фильм, это советский фильм «Любовь и голуби». Я могу смотреть его много раз подряд. Очень люблю показывать друзьям, которые его не видели, и наблюдать, как люди смотрят в первый раз. И вы аккуратный или неаккуратный человек? Я неаккуратный человек. Нет. Я импульсивный и неаккуратный. Какой у вас любимый вид транспорта? Я люблю наземный общественный транспорт. Искренне люблю. Я не люблю машины, потому что я не вожу сама и не люблю с кем-то ездить. Я прямо люблю трамвай. Убан, эсбан? Трамвай, эсбан, может быть, потому что он идет поверху, а убан идет под землей, поэтому для меня слишком темно под землей. Трамвай, эсбан. Да. У Берлин есть классный, очень хороший транспорт. Да. Еще одна причина. Почему я жил бы там, если было бы возможности. Хорошо ли вы готовите? Какая ваша любимая еда? Нет, я не готовлю хорошо. Это не моя, скажем, не моя сильная сторона. Но я могу варить борщ. И я могу есть борщ целый день, несколько дней подряд. Это моя самая любимая еда. И здоровая еда. У нас даже украинский борщ. Да, такой, ну, может, воронежский. Воронежский, да. Вы пропускаете чай или кофе? Чай. И английский, и китайский, и зеленый. Разный. Любой. Если бы вы были не человеком, а животным, кем бы вы хотели быть и почему? Я очень люблю кошек. У меня дома живет кошка. И я иногда ей завидую в том, что она может спать, когда ей хочется, и чувствует себя хозяйкой жизни. Поэтому, мне кажется, это счастливая жизнь, быть кошкой в каком-то доме. Независимый характер. Да, она считает, что она главная и очень возмущается, если мы что-то не делаем, как она хочет. Что самое сложное в вашей работе? Самое сложное в работе – это ситуация, когда на один короткий промежуток времени приходится два очень важных, одинаково важных дела. И приходится быть в таком напряжении, понимая, что от задержки зависит от чья-то даже жизнь, потому что мы занимаемся в том числе ситуациями насилия на Северном Кавказе, домашнего насилия. И приходится иногда помогать в эвакуации пострадавших. И вот этот момент, когда все зависит от какой-то даже случайности, насколько получится человеку выехать и спасти себя или нет – это, конечно, большое такое внутреннее напряжение. Слазновато переносится. Хотелось бы, чтобы все шло более спокойно, более надежно, размеренно. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Так. И как вы справляетесь с эспрессом? Это природа. Если я что-то там не сама сажаю, какие-то цветы, растения, я могу пойти в парк. У меня рядом есть озеро, и я плаваю. Если это зима, я плаваю в бассейне. Это как бы самая большая поддержка природы и вода. И что бы вы изменили себе, если бы вы могли? Ну, наверное, больше аккуратности, меньше импульсивности и больше плановой, очень плановой работы. Последний, двадцать пятый вопрос. Какой совет вы бы дали современным молодым людям? Мне кажется, очень важно искать свою мотивацию и следовать за своей мечтой. Как бы это пафосно не звучало, но когда человек делает то, что хочет, он делает это хорошо. И надо просто найти эту точку, где ты хочешь помочь, и тогда все получится. Мотивация и желание, оно, на мой взгляд, просто двигает мир и искать себя. Спасибо большое. Спасибо, что подождали и что перенесли. До встречи. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует...